Покупать квартиру или не покупать? Вот в чем вопрос. Все больше кировчан задаются им сейчас. И федеральные, и международные новости не помогают сделать выбор. Так, Банк России повысил ключевую ставку до 20%, объясняется, чтобы поддержать финансовую и ценовую стабильность. Так что же делать? Отказываться от крупных покупок или наоборот поторопиться? Моя коллега Елена Чехомова продолжит тему. Здравствуйте. Сразу скажу, что точного ответа на этот вопрос я не дам, но советы умных людей приведу. Итак, Центробанк теперь поднял свою ключевую ставку до 20%. То есть Центробанк дает свои деньги банкам по 20% годовых. Ну, соответственно, раз раньше эта ставка была 9,5%, теперь банкам ничего не остается, как поднимать свои ставки для нас, простых потребителей. И вот всем известный банк теперь дает ипотеку от 18,6% годовых. Хотя совсем недавно ставка начиналась с 11,3%. И вот если вы до сих пор маетесь вопросом, брать или не брать жилье, потому что ставки эти надолго ли никто не знает, вот вам совет от Екатерины Орешкович. Что делать со ставками, которые сейчас, да? Ну, понятно, что они загородительные, понятно, что они временные, что пройдет какое-то время, и в рамках антикризисного пакета все равно найдутся те категории граждан, которым, вероятно, будет субсидирована эта ипотека. Но не всем. Какое время это пройдет? То есть сейчас, просто чтобы прекратить истерику на рынке недвижимости на какое-то время, государство устанавливает загородительные барьеры, чтобы выиграть это время. Мой сейчас совет. Надо покупать. То есть ни в коем случае не откладывать кредитное решение, которое одобрено, и вы передумали покупать. Надо покупать то, что есть сейчас. Как бы оставаться с квадратными метрами в случае, если это ваша жизненная потребность. Многие из нас помнят 90-е. Огромная инфляция, нереальная ставка Центробанка, потому люди боятся остаться с деньгами в руках, которые обесцениваются на глазах. И тогда возникает судорожное желание купить хоть что-то спонтанно, незапланированно. Так вот, в этом случае экономисты рекомендуют, во-первых, оценить свои силы, выплатите ли вы ипотеку с высокими процентами, продадите ли потом недвижимость выгодно, если сейчас цены на пике. А во-вторых, не забывайте про налог на недвижимость, коммуналку и низкие ставки на аренду. В ближайший месяц, возможно, ажиотаж, что-то будут пытаться купить, но не более того, потому что после этого, когда первые горячие деньги с рынка уйдут, то рынок, в общем-то, я так думаю, что обвалится. При этом в пятницу многие об этом не думали, а в понедельник было уже поздно. Некоторые строительные организации подняли цены на 10-15%. И снижение не предвидится, считают в строительной отрасли. Лена, а что-то хорошее? Лена, а что-то хорошее, ты хотя бы можешь сказать в связи с повышением ставки Центробанка? Ты знаешь, удивительно, но могу, потому что повышаются ставки не только по кредитам, но и по вкладам тоже. Так вот, для тех, кто что-то поднакопил и беспокоится, есть шанс все-таки сберечь свои накопления. Поинтересуйтесь в своем банке, вполне возможно, что вам понравятся эти предложения, хотя инфляцию они, вероятно, все-таки не догонят. Ну, если есть что хранить в банке, конечно. Спасибо, Лена, мы продолжаем.